привет всем вот я задумался над тем как бы сварить собственное пиво потому что последнее время начал замечать что от магазинного продукта у меня не очень хорошо скажем так с организмом не принимает его поэтому захотелось сварить живого настоящего домашнего пива я заморочился над этим продуктом магазинная пивоварня стоит в районе трех с половиной тысяч обычная кастрюля с фильтр системой с простенькой и с манометром здесь термометром автоматическая стоит от 15 тысяч гривен ну что ж у нас рук нету что ли сделаем сами купил бар на барахолке с нержавейки отличный советского еще образца для фильтра системы взял шланг для газа из нержавейки 100 гривен фитинги тройник там американка кран тоже гривен 120 дополнительное оборудование которое я купил это это ферменты ферментационный бак на 25 литров гидрозатвор и кран для него все это мне обошлось 250 гривен этот 90 гривен гидрозатвор вот он специально вставляется специальная специальная дырочка с резиновым уплотнителем вставляется сюда краник проще говоря бродильный бак самое основное для пива солод вот взял карамельный темный солод и карамельный светлый солод и хмель взял хмель сорта сладок чешский 100 грамм и дрожжи английские герман gv 12 для элей потому как я планирую сварить шотландский эль я думаю будет прикольно единственное не докупил еще чиллер это такая специальная винтовая трубка грубо говоря змеевик для охлаждения сусла ничего пока у нас нет я думаю мы первую варку охладим быстро течение там 20-25 минут в сугробе снега а потом я докуплю еще все-таки трубку и здесь делают уже полноценный чиллер того у нас получилось на одной стороне автоматическая заводская пивоварня стоимостью там 15000 гривен с другой стороны самодельное оборудование грубо говоря в полторы тысячи раскрутимся посмотрим понравится накопим денег купим конечно автоматическую потому что там более профессиональное лучшее оборудование с автоматикой для многопаузного затирания ну и так далее все специфические моменты пока на данном этапе будем все делать своими руками мы думаю приступим к оборудованию заторного бака сейчас мы его сделаем подготовим что будем подготовливать наш заторный бак к использованию надо просверлить два отверстия здесь под кран и чуть выше для термометра чтобы отслеживать температуру заторном баке при затирании здесь 20 миллиметров расстояние значит нам понадобится сверло на 20 соответственно сначала намечаем тонким сверлышком центр думаю миллиметров 30 от края будет достаточно от края будет достаточно ну что поехали а теперь рассверливаем все это 20 точкой вот два отверстия уже подготовил в одно вставил специальную рубашку под термометр сюда будем сейчас вставлять кран она немножко неровная вот такую приспособу сделал чтобы облагородить скажем так отверстие поровнее сделать ну и чтобы плотненько входил без лишних зазоров ну все наше отверстие идеально круглая пропечки нам не нужны мы же не хотим протерять даже грамм этого драгоценного напитка которые сделаем собственными руками а не какую-нибудь борду магазинскую если хочешь сделать что-то хорошо сделай это сам теперь есть у нас силиконовая прокладочка которая держит температуру инертная мы сейчас оденем затянем думаю все у нас будет отлично так последний штрих красота заторный бак тададам замечательно ох чувствую будем скоро с пивом тут у нас тройничок американочка обычная вот так думаю резинку уберем лишняя резина нам там не нужна все равно у нас все будет в дырках поэтому она нам не важно уплотнительная резиночка вот пожалуйте теперь нам осталось нарезать тонким кругом болгарочным отверстия по всей длине шланга чтобы здесь были на середине где-то толщины чтобы через эти щели сусло наше фильтровалось и выходило через кран отверстия эти небольшие они будут забиваться шелухой от солода и это будет так скажем естественный фильтр и все у нас будет хорошо вот сделали готова наша фильтр система сейчас поближе покажу вот так нарезано сейчас накрутим по моему идеальненько вот и все наш заторный бак готов фильтр система готова сейчас пойду помою этот бак до идеальной чистоты и будем приступать бак 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 Субтитры сделал DimaTorzok